Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Рад вас приветствовать на дневном вебинаре. Меня зовут Суходоев Алексей. И сегодня мы, Сергеем Анатольевичем, проведем для вас два вебинара. То есть это водный технико-экономический и далее последует расширенный технико-экономический. Он будет на тему приуроченную дню космонавтики. То есть всех вас поздравляю с прошедшим днем космонавтики. И вчера был такой великолепный действительно праздник. Поистину великий для России, для Советского Союза в прошлом и так далее. Для начала, дорогие друзья, давайте, пожалуйста, пройдем опросник, чтобы понимать, в какой раз вы присутствуете на водном технико-экономическом вебинаре. В первую очередь, естественно, данный вебинар предназначен для людей, которые уже, так скажем, не в первый раз, наоборот, которые в первый раз присутствуют на вебинарах. И те, кто новичок действительно в проекте Skyway. И, соответственно, это облегчает значительно понимание технологии, понимание проекта. И я призываю вас всех, дамы и господа, действительно приглашать на водные технико-экономические вебинары и другие начальные вебинары Skyway и Skyway Capital. Соответственно, вы получите информацию, действительно, доложенную просто, со смыслом, так скажем, и доходчиво. То есть мы стараемся упрощать максимально Сергеем Анатольевичем, выводить такую вот именно стратегию проведения идеального вебинара, близкого к идеальному. Многие технические аспекты, технические моменты на начальной стадии знать нет необходимости. И, соответственно, главное понять суть проекта, понять, какие перспективы проект для вас несет в первую очередь, какие перспективы он несет для планеты в целом и какие задачи он решает, соответственно, почему он привнесет огромную ценность всему человечеству и, соответственно, по закону Вселенной, так скажем, получит максимальную капитализацию, так как, опять же, приносит максимальную ценность. И сейчас у нас присутствует 163 человека для вводного технико-экономического вебинара. Это такая средняя неплохая цифра. Проголосовало 64 человека. Проголосуйте в первую очередь новички. То есть стоит и важно понимать, сколько вас здесь сегодня присутствует. Те, кто вдруг не умеет голосовать, еще вопросники хотят. Необходимо просто нажать проголосовать и ответить. И, соответственно, поставьте просто циферку 1 либо 0 в чате, если вы еще не проголосовали, потому что больше минуты, максимум полторы минуты я не могу уделять на это время. И, естественно, новичков присутствует часто больше, но всегда радует тот факт, что нас, так скажем, интересующихся проектом Skyway, развивающих проект Skyway, с каждым днем, с каждым часом становится все больше и больше. И, дамы и господа, это тот способ действительно развития подобной корпорации, подобного достаточно грандиозного и глобального проекта, народное финансирование. Почему выбрано было народное финансирование, почему краудинвестинг, так называемый, то есть финансирование проекта и в обмен на ваш риск участия в проекте, некоторый риск, так как этот венчурный проект, соответственно, вы получаете с достаточно привлекательным дискаунтом, то есть венчурной премией за ваш риск, обязательства международной группы компаний Skyway, которые в ближайшем будущем станут уже полноценными акциями и, соответственно, будут приносить дивиденды. Напоминаю всем, кто не знает спикеров водных и расширенных технико-экономических вебинаров, я, Сергей Суходоев Алексей Владимирович и Сергей Анатольевич Сибиряков, мы сегодня проведем для вас этот вебинар. И перейдем непосредственно к вебинару. Дамы и господа, данный вебинар, естественно, пойдет о Skyway и о Transnet, и вы узнаете, вы поймете, почему действительно Transnet является сетью нового поколения, это будущая мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная и даже социальная сеть, то есть это следующее поколение за сетью интернет, и интернет, поэтому, можно сказать, наш брат, так скажем, и более того, оптоволокно, силовые кабели, радиочастотные, мобильные сигналы, более 10 различных сигналов будут также зашиты в путевую структуру по струнной технологии Анатолия Эдуардовича Еницкого, и будут составлять также ценность при развитии сети Transnet. И если ранее, можно сказать, четвертого технологического уклада основой был двигатель внутреннего сгорания, то есть изобретение двигателя внутреннего сгорания, далее, соответственно, начала развиваться автомобильная промышленность, вдруг получила свое огромное значение нефть, появился нефтедоллар, ипотека, банки и так далее, то есть все развивается циклично, все развивается буквально по цепной научной и закономерной реакции. И так же, как в пятом технологическом укладе начал свое торжественное шествие по планете интернет, но интернет начал развиваться, естественно, при появлении первого персонального компьютера, который, в свою очередь, был изобретен, и все микропроцессорные устройства, электроника и так далее, были основаны в первую очередь на свойств кремния. То есть это свойства пьезоэффекта, моделирования волны, соответственно, в сигнал через свойства кремния. И если сегодня, дамы и господа, мы с вами сталкиваемся с такими глобальными, достаточно серьезными проблемами, как логистических, транспортных перевозок, так и перемещения пассажиров, грузов на большие расстояния, либо на малые, средние расстояния, и, соответственно, мы сталкиваемся с действительно большими проблемами транспортно-логистических таких вот мини-коллапсов, именуемыми пробками, транспортными пробками, которые мы наблюдаем в современных мегаполисах, действительно, современные мегаполисы от пробок на сегодняшний день задыхаются. И я думаю, что всем доставляет некий дискомфорт пребывание на долгий срок в пересадочных пунктах, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, когда необходимо ожидать ваше транспортное средство, чтобы, соответственно, отправиться в тот или иной город, либо ту или иную страну. И SkyWay, транспорт второго уровня, это как раз-таки то недостающее звено, которое ожидает весь мир, и поэтому востребованность SkyWay будет, соответственно, гипервостребована. И, соответственно, если сегодня информация действительно передается за секунды, деньги за минуты, многие информационные процессы, та же самая электронная цифровая печать, все это возможно сделать на расстоянии, все это возможно сделать электронно. К сожалению или к счастью, до сих пор телепортацию не изобрели, поэтому мы вынуждены пользоваться различными транспортными средствами, и как раз-таки SkyWay, струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого, это та перспектива, которая ожидает все человечество уже в ближайшем будущем. 23-24 сентября пройдет выставка «Инотранс», на которую представители ЗАО «Струнные технологии», то есть это основная компания, которая развивает технологию SkyWay, создает генеральным директором, генеральным конструктором ЗАО «Струнные технологии» является Анатолий Эдуардович Юницкий, и, соответственно, представители были приглашены, никто не ставил целью, планами участия в выставке «Инотранс», которая пройдет в Берлине 23-24 сентября, но, соответственно, так как транспорт будущего, ближайшего будущего транспортного поколения, струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого SkyWay признан как Российской Федерацией, так и уже многими, так скажем, экспертными компаниями, как в Австралии, так и Международной Академией Теории Решения Изобретательских Задач и многое-многое другое. Соответственно, мы были приглашены на выставку «Инотранс» в Берлине, где будут представлены самые перспективные, самые необходимые транспортные средства ближайшего будущего. На сегодняшний день в этом разделе всего лишь три участника, и то один из участников – это не транспорт второго уровня. Но, несмотря на то, что это уже настоящее, все началось, так скажем, достаточно давно, то есть в 70-х годах, в конце 70-х годов была проведена Международная конференция по неракетному освоению космоса, и там Анатолий Эдуардович Юницкий представил способ, каким образом вывести промышленность и все вредные производства на орбиту за пределы нашей с вами родины общей планеты Земля. Анатолий Эдуардович Юницкий представил струнную транспортную орбитальную систему, и, соответственно, мир действительно получил возможность об этом услышать, но на тот момент не был готов к таким совершениям, и, более того, сейчас также мир и все человечество в целом к этому не готовы, потому что этому должны предшествовать различные факты, то есть особая макроэкономическая, политическая ситуация и создание, естественно, союзников, которые также будут продвигать данный способ именно по выводу промышленности в открытый космос. Я уже не говорю о общем мировом соглашении, то есть тут уже должны быть задействованы лидеры и правители различных государств, и, соответственно, все континенты должны участвовать в данном глобальном мероприятии. И, соответственно, понимая, что на тот момент это было невозможно, кому-то донести, Анатолий Эдуардович Юницкий, используя существующие законы физики, не используя какие-то сверхсложные и не открывая что-то такое прямо из ряда вон выходящее в физике, в сопромате, в теоретической механике, соответственно, придумал концепцию первого поколения струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого. И это были наброски, это были чертежи, это были рисунки, но как раз-таки с этого, дамы и господа, все началось, началось шествие Skyway по планете и начало развития Transnet. Далее, соответственно, все развивалось, все развивалось очень бурно, так скажем, более того, финансирование оказывали такие мощные фонды, как фонды космонавтики с СССР, фонды Госкино с СССР, опять же, были получены различные гранты ООН, это по развитию городской инфраструктуры, Habitat. И, соответственно, в 2000-х годах также бидные политические деятели и один из самых весомых вкладов привнес бывший губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович оказали посильное финансирование на строительство уже второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это было испытание, главным образом, путевой структуры и в городе Озера, Московской области, в 2001 году произошли испытания, соответственно, ЗИЛ, уходящий в небо, мы его так называем, взобрался на легкую ажурную конструкцию, проехал, соответственно, конструкция представляла длину чуть больше сотни метров, и после этого вся общественность получила четкое доказательство, что действительно струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого в виде путевой структуры выдержит многотонную машину, которая являлась рельсовым автомобилем. И, соответственно, ЗИЛ перемещался при перемещении стальных колес по стальной путевой структуре без препятствий, и без каких-либо аварий, внештатных ситуаций и так далее. То есть ничего не произошло, хотя все не верили абсолютно, что такое возможно, и вы можете найти очень много доказательств этому свершившемуся факту в YouTube, в Google, и на нашем канале, на наших каналах официальных. Очень много было репортажей центральных телеканалов. Соответственно, все, так скажем, находилось в рабочем состоянии, и были проведены многочисленные лабораторные испытания, исследования, и в 2009 году была произведена презентация Дмитрия Анатольевича Медведева на тот момент президенту Российской Федерации на Госсовете России по инновациям в транспорте. К сожалению, либо к счастью, но неизвестная бригада приехала, и с помощью спецтехники, газорезок и так далее, сварочного оборудования, все было разрушено. Все было разрушено, и те, кто желает все же посмотреть, то, что осталось после полигона в озерах, мы называем полигон, потому что действительно такие вот боевые действия претерпел полигон в озерах, даже разрушение. Но это история, дамы и господа. был заложен когда-то нулевой километр транснеты, и с этого времени транснет действительно начал шагать по планете. Это будущая сеть, которая будет следовать, соответственно, за интернет, но уже воплощение в железе, в металле, и, соответственно, в путевой структуре. В 2013 году было предпринято Анатолием Эдуардовичем достаточно серьезное такое решение, волевое, рисковое несколько. Это начало народного финансирования, начало краудинвестинга. Почему это решение было принято, спросите вы? На самом деле, до 2013 года, то есть с 2009 по 2012, были проведены многочисленные переговоры с различными политическими деятелями, крупными финансистами, как российскими, так и зарубежными, олигархами на тот момент, и все заканчивалось одним и тем же образом. Люди либо, соответственно, не доходили до момента подписания соглашений об инвестировании, либо все находилось в тех пропорциях, которые Анатолий Эдуардович Ницкий не мог допустить при развитии своего проекта. Соответственно, это пропорции 80 на 20, 70 на 30, когда большая часть всей интеллектуальной собственности, которая, соответственно, является уникальной и собственной действительно разработкой Анатолия Эдуардовича Юницкого. Генеральный директор и генеральный конструктор ныне ЗАО «Струнные технологии» не мог допустить, что технология попадет не к тому, так скажем, владельцу в руки, и что кто-то помешает планам развития действительно в сети, которая оценивается в экологическом плане в тысячи триллионов долларов, то есть в сохранении экологии, в возобновлении экологии земли, и огромное значение имеет для человечества в целом. Вот эти вот виды транспорта второго уровня, городской, пассажирский транспорт, грузовой транспорт и высокоскоростной транспорт развиваются уже здесь и сейчас. Дамы и господа, мы действительно сейчас с вами оказываем огромный вклад, огромный вклад в развитие Skyway, потому что мелкими, средними, а также крупными инвестициями, то есть есть люди, которые инвестируют уже сотни тысяч долларов, недолг тот час, когда будут инвестировать миллионами, десятками и сотнями миллионов, но скорее всего до этого момента финансирования корневой технологии уже закроется. И соответственно возможность финансирования. И соответственно была разработана определенная стратегия, точка входа в рынок это легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный транспорт именуемый Unibike. В конце вводного технико-экономического вебинара я поставлю видео, на котором вы можете посмотреть и послушать, что такое Unibike представить, как вы даже будете уже в ближайшем будущем крутить педали, то есть это в обозримые я думаю 3-5 лет появится вообще во всем мире, ну а соответственно в обозримые 1-2 года это появится в ряде стран, где будут инициированы первые адресные проекты по легкому прогулочному спортивно-экскурсионному транспорту. Скорость перемещения достигает 120 км в час и соответственно очень такая небольшая масса 300 кг, но очень огромная функциональность. То есть здесь подразумевается так скажем концепция мгновенного перемещения без отрыва от повседневной жизни с присутствием интернет, телекоммуникации, мобильной связи, независимо от того, где вы передвигаетесь, хоть в Сибири, хоть на Дальнем Востоке, что касается Российской Федерации, хоть на Аляске, что касается допустим уже отдаленных стран. И более того, струнная система Анатолия Эдуардовича Веницкого, данное транспортное решение подразумевает то, что действительно это может внедряться и строиться на любом типе рельефа, местности и собственно это не зависит от того, в каких климатических условиях находится та или иная страна, тот или иной регион, где будет внедряться струнная технология Анатолия Эдуардовича Веницкого. Очень дешево, безопасно и в первую очередь комфортно вы будете перемещаться в транспорте второго уровня над пробками в современных мегаполисах, не мешая перемещению животных, миграции в том числе населения кочевых различных племен, что касается Якутии и так далее, не мешая движению грунтовых, почвенных вод и соответственно не искажая действительно экологический фон нашей планеты и не являясь препятствием для сельскохозяйственной деятельности человека и другой деятельности, которая мешает обычные транспортные средства железнодорожные составы, я не говорю в первую очередь про САПСАН и так далее, ТЖВ Трена Гранд Витес что в переводе с французского поезд на большой скорости, как раз таки высокоскоростное исполнение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого позволит достигать 500-600 километров в час при перемещении и это учитывая то, что это будет подразумевать также использование альтернативных источников энергии, это будет подразумевать использование эффективных механизмов, таких как мотор-колесо для экономии энергии, для экономии топлива и для создания максимального действительно эффективного передвижения из точки а в точку б и дамы и господа все, что необходимо знать в техническом плане о технологии Skyway о струнном транспорте Анатолия Эдуардовича Юницкого это в первую очередь аэродинамика то есть при вынесении на высоту 5, 10, 15 и более метров над землей транспорта то есть поэтому именуется транспорт второго уровня аэродинамические свойства подвижного состава увеличивают сразу в 2 раза если сравнивать с современными так скажем транспортными средствами то есть взять спортивный болид Бугатти Верон взять спортивный самолет или военный истребитель то все равно коэффициент динамического сопротивления у Юнилета при высокоскоростном перемещении будет значительно выше также и у Юнибайка то есть элементарно легкого прогулочного спортивного экскурсионного транспорта у Бугатти Верон соответственно будет 0.35 у Skyway это будет раньше позиционировалось 0.0.75 сейчас максимально достижимо 0.05 недавно были проведены испытания в продавочном центре Санкт-Петербурга но даже можно сказать что не хватает мощностей научно-исследовательской лаборатории чтобы показать наиболее точный результат но это будет уже значительно более перспективно чем 0.0.75 если говорить про форму капли почему она была выбрана во-первых это законы аэродинамики и идеальная форма капли позволяет достигать в идеале опять же если говорить коэффициент аэродинамического сопротивления 0.04 естественно есть погрешности на обводы на корпус подвижного состава и соответственно действительно в Skyway я думаю что абсолютно реальным будет достичь 0.05 0.05 и сейчас я думаю позиционируемся в районе 0.065 коэффициент аэродинамического сопротивления действительно очень серьезное преимущество перед современными транспортными средствами и если говорить про концепцию перемещения то это перемещение стайль по стайле то есть это не пневмашина отсутствие экрана отсутствие соответственно дополнительных сил сопротивления которые позволят тратить больше энергии больше топлива на преодоление этих сил сопротивления здесь при перемещении транспортного средства Skyway этого не наблюдается КПД колеса максимально эффективный у сегодняшних существующих транспортных средств это 99% соответственно это провоцирует и способствует значительным экономиям как топлива так и материалов при строительстве и это снижает стоимость эксплуатации значительно снижает соответственно повышает действительно конкурентоспособность рыночную ценность и действительно массовую распространенность потому что у Анатолия Эдуардовича Юницкого есть цель так скажем не следовать допустим концепции развития автомобилей то есть изначально делаются автомобили при выводе перед выводом массовым на рынок это либо дорогие ограниченные серии далее средние в среднем количестве и далее уже действительно доступны в максимальном количестве Skyway что касается юнибайков что касается трех-четырех местных подвижных составов действительно будет доступным в промышленном уже исполнении не в первых образцах естественно это будут самые дорогие образцы но уже в массовом производстве это будет доступно абсолютно для любого человека как для среднего класса населения так и ниже среднего и вы спросите почему называется струнная технология почему называется струна что такое струна естественно у всех приходят сравнение сразу в голове с гитарой балалайкой и так далее действительно доля истины здесь есть потому что если вы разобьете допустим гитару либо сломаете и струна окажется нетронутой то как раз таки это доказывает что действительно серьезный удар выдержала струна и на том же принципе строится и струнная технология Анатолия Эдуардовича Веницкого то есть это предварительно напряженная закрепленная на концах анкерных опор неразрезная статически неопределимая конструкция это легкая ажурная действительно конструкция которая не будет мешать взору если вы захотите посмотреть вверх на небо и соответственно это не будет загораживать вам взор чего не скажешь о современных автомагистралях автострадах и так далее и соответственно множество стальных проволок они растягиваются далее идет элемент крепления то есть чтобы эти проволоки не разбалтывались находились в упорядочном состоянии далее идет омоноличивание специальными растворами бетона более того специально для целей Skyway и доказательства этому есть видео пожалуйста дорогие друзья кто участвует уже и разбирается в материалах Skyway сбросьте видео про спецбетон и даже для таких целей так как не было необходимости использования такого вида бетона научно-производственном конструкторском предприятии всплыла необходимость создать специальные типы бетона которые были бы одновременно легкими текучими и прочными и соответственно быстро схватывающимися и очень много на самом деле также будет способствующих технологий способствующих так скажем конструкций которые будут применяться в струнной технологии Анатолия Двородовича Юницкого для максимального удешевления для максимальной эффективности использования струнной технологии и про это я также могу рассказать если мы будем упоминать про зеленые насаждения на крышах за которые был получен Гранд Про ООН зеленые насаждения действительно будут на всех станциях это удешевление строительства то есть есть целый ряд ноу-хау за которые был получен Гранд Про ООН и это просто сделано не для красоты а для как раз таки функциональности и вообще все что касается Skyway все что касается струнной технологии это действительно сплошная эргономичность и совмещенная с эстетикой и с действительно гениальной инженерной изобретательностью в первую очередь естественно Анатолия Эдуардовича Юницкого который передает свой опыт уже более чем 150 различным конструкторам инженерам технологам и другим работникам зао струнные технологии как раз таки дамы и господа чуть более полутора лет назад мы получили уже первые наметки по земле чуть больше года ведется строительство и то что сейчас действительно достиглось и то что мы можем увидеть в реальности это то что действительно уже установлено более 18 если быть точным 19 промежуточных опор то есть 19 это уже стальная конструкция и неспроста была она представлена для того чтобы показать что опять же в любых климатических условиях на любом типе рельефа местности могут быть опоры установлены и дамы и господа от 23 до 24 апреля будет замечательное мероприятие это экофестиваль Skyway в Минске город Мариин Минская область город Марииногорка вы сможете воочию уже увидеть и приедет большое количество в том числе иностранцев поддерживающих проект Skyway это Венгрия это Словакия это Эстония это другие отдаленные так скажем страны от Республики Беларусь от России и это доказывает что действительно проект Skyway интересен не только к примеру русскоговорящим несмотря на то что это русская технология но более 45 стран по всему миру действительно поддерживает проект и не могут его не поддерживать не могут действительно не участвовать в таком грандиозном развитии что говорит о огромной ценности этого проекта и естественно ценности в будущей достаточно серьезной капитализации потому что чем больше вы несете рыночную ценность продукта тем большие доходы и фактически в рамках рынка вы получите фактически мгновенные доходы то есть буквально за год за полтора это будет уже формироваться достаточно серьезная капитализация сегодня дамы и господа уже готовится к строительству вторая станция именно транспортно-логистический центр который выдерживает нагрузку по сравнению даже с дубайским аэропортом то есть это колоссальная нагрузка пассажиропотока и соответственно уже осенью 2016 года будут проведены первые испытания уже движение транспортных средств по технологии skyway поедет юнибайк поедет юнибус соответственно легкий прогулочный спортивно-экскурсионный и городской пассажирский транспорт дамы и господа мы действуем по конкретным этапам и я могу сказать что уже приближается следующий этап и соответственно примерно в начале мая будет озвучена серьезная так скажем смена дискаунта опять же напоминаю повторяю что такое дискаунт это ваша премия за ваш риск премия вам за вклад в развитие технологии skyway и насколько будет снижены выгодные условия и они и так останутся выгодными но я могу сказать что та ситуация когда дискаунт был один к тысяче либо один к полуторам тысячам действительно уже ушло в историю такого никогда не будут и те счастливчики которые приобрели акции обязательства компании skyway по действительно таким вот грандиозным супер условиям это уникально такого никогда не повторится и поэтому я вас призываю тому кто заинтересуется данным проектом не то что долго не думать принимает каждое решение сам лично никто не торопит и более того мы на каждом вебинаре говорим примите взвешенное решение если вы в чем-то не разобрались и что-то не поняли если у вас есть сомнения в инвестировании в технологию skyway то ни в коем случае не инвестируйте посоветуйтесь посмотрите еще вебинары посмотрите материалы и только когда вам действительно сердце душа и разум подскажут что да действительно стоит инвестировать в технологию тогда уже выбирайте пакет который вам будет комфортен для инвестиций также у нас сейчас предусматриваются рассрочки и как раз таки рассрочки могут закрепить дискаунт на десять месяцев это тоже такой вот инструмент который был введен чуть больше четырех месяцев назад и активно пользуется популярностью действительно многие люди инвестируют каждый месяц и я могу сказать что и сам лично инвестирую несмотря на то что пакет акций уже у меня так скажем не маленький по сравнению с той инвестиции которая была первый раз но одно я могу сказать дамы и господа что рано или поздно вся эта ситуация с возможностью инвестирования в глобальный проект skyway действительно исчезнет и я не буду говорить на этом вебинаре про мнение ведущих экспертов то есть про мнение героя действительно Советского Союза России и про мнение достаточно авторитетных людей мы расскажем уже на расширенном технико-экономическом вебинаре но одно я могу сказать что дамы и господа это та технология какой является технология skyway которая в свою очередь формирует новый технологический уклад это действительно достаточно серьезная инвестиция к рассмотрению и тот кто принимает решение в пользу skyway теоретически возможно потенциально скорее всего может быть но я не буду говорить ничего точно может стать достаточно обеспеченным человеком и получать серьезные дивиденды уже в самом ближайшем будущем вот такой вот краткий экскурс каждый вебинар вводный у нас получается разным мы сбросим некоторые версии вебинаров для новичков для того чтобы вы использовали в работах так скажем идеальных вебинаров вводных технико-экономических естественно бывает разное настроение разный стиль ведения вебинара что-то мы используем что-то отбрасываем и будем рады будем действительно счастливы если вас заинтересовал проект skyway и соответственно ждем на расширенном технико-экономическом так спасибо как видно как слышно так отлично ну друзья Алексей уже довольно таки подробно сказал мы уже логику свою доводим сейчас говорим что у нас двойные вебинары то есть для новичков и для тех значит тут вопрос по стоимости одной акции по стоимости пакета друзья обращайтесь как раз к тем кто вас пригласил на такие вопросы как раз специально мы и создаем такую команду высокопрофессиональных консультантов наших менеджеров которые могут отвечать на такие на такие вопросы так значит по то что тут задавали по дисконтам смены это мы на следующем вебинаре обсуждаем с вами говорим сейчас уже традиционно все таки я обращаюсь с тем кто первый раз пришел на вебинар у нас хоть не так много их там но человек 20-25 по тому опроснику который был ну это традиционно как бы такая у нас цифра вот она неизменно растет и это наша задача сейчас чтобы количество людей приходил потому что краудинвестинг несмотря на то что тут уже ему сейчас пророчат что он скоро закроется и перейдет в другую стадию то есть да это ожидаемое это событие идет но оно не случится ни сегодня ни завтра но тем не менее краудинвестинг про который Алексей говорил что два года назад было принято решение финансирования проекта такого научного прорывного серьезнейшего глобального проекта который определяет весь технологический цивилизационный уклад на ближайшие 30-50 лет соответственно для краудинвестинга для этого как раз была разработана форма в которой вы сейчас все участвуете по которому был отработан финансовый механизм юридический механизм защиты акционеров и инвесторов которые приходят отработана система целевого финансирования отчетности вот работы конструкторских инженерных подразделений финансовых подразделений и таким образом сегодня весь этот механизм работает и мы активнейшим образом сейчас развиваемся и выходим на ту стадию то есть все разговоры о закрытии краудинвестинг технологии корневой и появлении инвесторов это идет только на фоне того что появляется большое количество заинтересованных игроков которые уже видя рождение технологии готовы в ней участвовать но я могу сказать что мы сегодня ведем с десятками и десятками и конкретных заказчиков администраций фондов крупных инвестиционных банков частных инвесторов поверьте друзья это огромнейшая работа и отнимающая огромное количество времени но я могу сказать вот этот риск и как я не раз вводил такую формулу вы помните как я не раз произносил что никто не хочет быть первым но при этом никто не хочет быть вторым и сейчас нашей работой друзья мы самое главное произвели самое основное смену в сознании смену восприятия проекта когда мы перешли от стадии этого не может быть потому что я слышал много всяких бредовых вещей особенно от этого одного из таких больших академиков вице-президента академии наук Евгения Велихова такого мракобеса от науки вот соответственно он произнес вообще уникальную с точки зрения российского ученого фразу что если это нет у японцев то почему мы должны с этим вылезать куда-то так сказать то есть оказывается если японцы это не построили то мы это не можем строить интересно бы как это он рассказывал бы про вчерашний день космонавтики когда мы первые полетели в космос Королёву там и так далее и так далее но такие мракобесы к сожалению есть и это один аргумент другие просто боятся потерять деньги третьи боятся вступить в непонятное сообщество потерять имя и так далее и так далее есть много причин по которым люди говорят этого не может быть сегодня мы своей работой кропотливой очень такой ежедневной слаженной работы конструкторского бюро инвестпроводящей системы менеджерского состава партнеров наших которые находятся в 47 странах мира вот и тут уже писал да то есть мы уже перешагнули планку в 300 тысяч участников проекта вот соответственно мы отработали сделали и сегодня произошла основная ломка сознания сегодня все начинают воспринимать а если это правда я могу сказать друзья это сразу меняет подход это сразу меняет отношения это сразу меняет воспринимать потому что тот кто сегодня сидит с большими деньгами начинает понимать а если я инвестирую и вдруг это окажется правдой то он и сразу начинается считать нули которые происходят тот кто сегодня вкладывает деньги в альтернативные технологии то он тоже задается вопрос а если это окажется правдой то то что я сегодня заказываю ставлю то это окажется никому не нужно это выброшенные деньги но с другой стороны друзья начинается и обратная картина с точки зрения конкурентов когда конкуренты сначала не воспринимали а теперь вдруг видят а если это правда то тогда они находятся в очень неприятном состоянии с точки зрения объяснения технологических укладов технологических циклов которые вел академик кондратьев еще в начале 20 века потом развивал академик албалкин в советские времена сегодня эту идею продвигает активно Сергей Юрьевич Глазев то есть который показал развитие технологических укладов циклов что каждому времени присуща своя технология которая является ядром поэтому сегодня мы друзья стоим на этапе смены укладов смены парадик смены приоритетных технологий и очень долго ученые и прогнозисты гадали какая это будет технология выбирали смотрели я в этом процессе участвую с 2000 года я тоже писал свой прогноз на 2020 30 50 год и сегодня я могу сказать что мои прогнозы они сегодня наиболее актуальны поэтому к ним относятся очень и очень серьезно во многих скажем так и организациях и даже там государственных структурах не только у нас в России вот об этом мы как раз поговорим на втором вебинаре вот это основные концепты которые были заложены в 2000 году и почему они сегодня действительно начинают реализовываться и сегодня когда определилось и мы четко уже утверждаем что приоритетом шестого технологического уклада то есть на ближайшие 30-50 лет будет именно технология skyway будет именно струнная технология инженера юницкого и построение следующей коммуляционной системы то есть за интернетом мы называем интернета своим младшим братом потому что это первое сетевое построение именно пользователей это объединение в сеть огромное количество производителей и потребителей пользователей информации вот reden кранскomen это сбор обработка передачи использование и хранения информации это век информации и сегодня мы переходим в следующий этап это уже построение следующей сети. Это также ввела наша научная техническо-экономическая школа, которую создал инженер Юницкий. Это понятие транснет. Транснет это физическая сеть транспортных коммуникаций, которые состоят из предварительно напряженной эстакады второго уровня, которая является и путевой структурой для перемещения товаров, услугов и людей, и соответственно для передачи информационных сигналов, видео, электро и световых волн. Это передача энергии, это еще очень интересных сегодня коммуникационных решений. И все это вместе дает новую сеть нового поколения, транснет. И мы как раз сегодня уже в рамках нашей технико-экономической школы прописываем уже основные концепты того, как будет строиться производство, как будет строиться жизнедеятельность, как будет вообще жизненный уклад каждого человека. И мы сегодня четко представляем, как будет выглядеть, какие отрасли будут развиваться, какие территории будут развиваться. Это все очень серьезное такое уже планирование с точки зрения корпоративного подхода, но это уже идет в развитие того проекта, который мы сейчас запускаем и делаем. И как конкретные приложения этого направления, это сегодня уже запуск адресных проектов. Они сегодня готовятся во всех практически континентах Земли, они готовятся в очень многих странах мира, они готовятся во многих уголках и у нас в России. И поэтому по мере того, как эти проекты будут готовы, мы о них будем рассказывать, показывать. И именно из капитализации этих проектов, то есть дивиденды, которые они будут приносить, будет складываться доходность тех инвестиционных пакетов, которые сегодня формируются инвесторами на входе в венчурной очень рисковой стадии, а проект не перестает быть венчурным, потому что на него влияет огромное количество факторов. Мы сегодня живем в очень непростое время, и я думаю, что не мне вам рассказывать. Каждый из вас смотрит телевизор, читает газеты, читает интернет, общается, знакомый, и видите, что происходит вокруг. Соответственно, исходя из этого, мы утверждаем четко, что проект Skyway мы назвали еще это общей концепцией народного экономического ковчега. То есть мы сегодня своими руками, друзья, создаем то, что будет менять ситуацию, то, что будет выводить. И я сейчас прошу Алексея, я ему сбросил только, что вышла статья в Коммерсанте о прогнозах Валютного фонда о рецессии мировой экономики. Но это, друзья, мы будем обсуждать уже на второй части нашего вебинара для тех, кто туда перейдет, и для тех, кому это будет интересно. А кто сегодня получил исчерпывающую информацию, кому, в принципе, про Skyway, про Transnet, про шестой технологический уклад и про будущее все понятно, и он определил для себя не участвовать дальше в проектах, Ну, друзья, это ваше право, с вами мы прощаемся. Я все равно абсолютно уверен, что рано или поздно все придут в Skyway, хотя бы если не как инвесторами, то как пользователями обязательно, потому что сегодня даже тот, кто не инвестировал в Apple или Microsoft на раннем этапе, тем не менее сегодня все пользуются телефонами, айфонами, смартфонами, Самсунгами и так далее, и так далее. Поэтому все мы так или иначе являемся участниками пятого технологического процесса, и все мы участвуем в развитии интернета, как инфраструктуры сегодняшнего времени. Соответственно, тот, кто будет, соответственно, развиваться и жить в следующем технологическом укладе, который произойдет, время очень сжимается. Если на четвертый технологический уклад нам было отведено больше ста лет, на пятый технологический уклад уже порядка 35 лет, то шестой технологический уклад уже, начиная с точки зрения входа, ему через 15 лет он уже будет доминировать, а через 5 лет это мы увидим с вами реально активнейшее развитие. И как Алексей тоже не раз говорил, что скорость развития транснета будет выше даже, чем распространение интернета и прихода его к потребителю. Хотя сегодня я столкнулся с тем, что есть еще целые города, друзья, которые не подключены к интернету. Это уже сегодня как бы дико или странно звучит, но, друзья, есть даже на территории России у нас сегодня такие территории, в которых сегодня еще нет интернета. Но, друзья, давайте на этом мы с вами делаем небольшой перерыв. Как вы понимаете, что в первой части «Строй, скайвей, спасай планету» мы сегодня не говорим как основной наш лозунг и цель развития, потому что это все-таки уже для тех, кто партнеры, для тех, кто активно развивает и продвигается. Поэтому, друзья, традиционно небольшая пауза на 5-7-8 минут. В это время идут обычно последние новости, репортажи. Ну и так зачастую мы ставим разные вещи, которые позволяют или облегчают восприятие информации. И, соответственно, продолжим дальше. Сразу могу сказать, что, естественно, что следующий весь наш вебинар будет посвящен космической программе освоения космоса, тем более, что «Строй, скайвей» и лично Анатолий Дуарович Юницкий имеют к этому самое непосредственное отношение. Поэтому, друзья, до следующей части. Всего доброго. Перерыв. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите «Новости из Скайуэй», в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы беседуем с Антоном Ивановым, инженером-конструктором первой категории конструкторского бюро «Шасси», который является ведущим конструктором по изделии, которое будоражит давно умы всех сторонников нашего проекта, под названием «Юнибайк». Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Я совершенно не преувеличиваю, в интернете развернулось обсуждение, будет ли показан «Юнибайк» в апреле, во время экофеста или нет. Также обсуждают вопрос, что его приберегут для того, чтобы показать чуть позже, но чтобы эффект был больше на выставки «Инотранс» в Германии. Все вот эти вопросы хотелось бы приоткрыть для наших зрителей, но для начала хотелось бы познакомиться с вами поближе. Расскажите вкратце, какое у вас образование и опыт работы? По образованию я инженер-электромеханик. Продолжение следует...